Сейчас находимся с Мариной в римских термальных источниках, ну, точнее, в том месте, где от них что-то осталось. Билет взяли за пять, либо взрослый, детский стоит два лева. Римские термы — это, проще говоря, общественные бани. Термы Варны были построены в конце II века н.э. и использовались до конца III века. То есть вы представляете, насколько качественно был создан этот комплекс, что спустя 1800 лет он так хорошо сохранился? Насколько мы поняли, это автомат, который может выдавать монеты какие-то там определенные, коллекционные. Это интересно, впервые такое вижу. Комплекс римских терм занимает 7000 квадратных метров и состоит из 13 различных комнат. Здесь есть вестибюль, раздевалка, сал для обливания холодной, теплой и горячей водой. Это три разных зала. Котельная, туалеты и так далее. Вот так раньше выглядело это место. Несколько было этажей. Такая вот планировочка. Людишки ходят, разные источники, умывалки и все такое прикольно. Сейчас-то, конечно, уже такие руины, то, что осталось. Вот мы сейчас находимся на втором этаже, получается. Еще есть спуск вниз. Вот сейчас находимся в вестибюле, который выглядел примерно вот так. А сейчас выглядит вот так. Класс. Мне так нравятся эти всякие руины рассматривать. В принципе, ходить по месту, где что-то интересное было. Когда-то давно. Такой кусочек истории. Нравится дотрагиваться до истории. И вообще классно, что все это так хорошо сохранилось. Теперь мы с вами находимся в зале. Называется базиликал на зале. Не знаю, что это значит. Ну, просто холл. Короче говоря, огромный такой. Класс. Вот так люди шли. Блин, сразу представляю тех людей в таких греческих мантиях, которые вот так ходили. У-у-у, тут есть милый проход. Вот, смотрите. Класс. Пройдем туда, пожалуй. Вау. ...метников античной эпохи в Болгарии. И самое ценное то, что этот комплекс открыт для посещения, причем за низкую стоимость. И, проходя по разным залам, можно в прямом смысле дотронуться до истории. Фригидарий. То есть в этом месте был один из источников. Вот то, что с него осталось. Это очень красиво выглядит. Мне нравится. Люблю такие места. И еще один источник. Пойдем посидим в него, как настоящие люди из прошлого. Класс. Здесь была вода. Вот так вот заходим. Вот так вот садимся. И сидим. Если посмотреть на картинку, мне Марина подсказала, то вот посмотрите, какие здесь стены, как они выглядели. И они выглядели не вот так, а примерно вот так. Вот вообще огромный кусочек сохранился. Аниме крутое вышло в 2021 году про римские термы. И вот там очень много было про такие места. И вот этот называется типа теплые полы. И как у нас в ваннах. У них вот такие были трубы. И скорее всего там либо теплая вода от терм проходила как-то и нагревала, либо они нагревали огнем, но я уверена, что они использовали термы, потому что зачем еще что-то греть, когда есть. И ну тут нарисованы лавочки, как бы я не могу спорить с авторами. Но мне кажется, что они лежали на этих полах, потому что в том сериале аниме, который я смотрела, там очень ценилась вот эта возможность полежать на горячих плитках, потому что оно как-то там тебя лучше восстанавливало. Это было лечебно, целебно. В принципе, они относились к ваням как к чему-то целебному. Вот останки этих штуковин, которые делали тепло. И благодаря чему пол был теплым. Прикольно. Оказывается, теплые полы были еще очень-очень давно. Блин, как это красиво. Еще и зеленью поросло. Вау, красота. Я не знаю, я, может, не буду это использовать. Птичечка. Бакланчик-горбунок. Красиво здесь, конечно. Можно вот так гулять. Снизу, сверху, везде. Даже в эти комнатки можно позаходить. Там, правда, стулья что-то делают, пластиковые. Как оказывается, летом здесь работает летний театр и проводятся различные концерты. Но я это узнала уже позже. Ой, я думала, будет жарко, типа как в теплице, потому что здесь такой потолок. Но нет, здесь хорошо. Даже лучше солнце не светит прям напрямую. Здесь были общественные туалеты. Но сейчас это больше похоже на какую-то тюрьму. За решеткой. Ну, прикольно. Вы представляете, что сейчас-то у нас у каждого в квартире есть ванна. Душ, неважно. А раньше люди приходили в общественное место и купались в источниках в какой-то воде. В общем, были общественные ванны. Это, конечно, интересно. Люблю дотрагиваться до прошлого. Это так трогательно в чем-то. Нашли красивый такой монумент с непонятным текстом. Блин, вот представляете, когда человек это писал. Я только что Марине сказала. Две тысячи лет назад. Ну, к примеру, да? Я не знаю точное время. Человек вот это писал, делал эту скульптуру. Неважно. И сейчас мы это видим спустя столько времени. Вот, кстати, остался кусочек такой настоящей стены. Вот такого она была цвета. Тут какие-то красные рисуночки были. Штукатурка. Класс. А потом оно уже, конечно, все пооблизало. Наша историческая прогулка подходит к концу. Спасибо, что были со мной. Если хотите больше прогулок по интересным и красивым местам Болгарии, ставьте лайк и пишите свои впечатления от римских терм в комментариях. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова